Всем привет! С вами Red Commander и у нас сегодня видеоотчет по первому ходу советской стороны моей мультиплеерной партии. Как всегда, пойдем с севера на юг и я сейчас вкратце расскажу, что у нас произошло в наш ход, что мы сделали для того, чтобы остановить врага на дальних подступах к нашим столицам. Итак, что касается Ленинградского и Северо-Западного фронтов, здесь у нас ситуация довольно-таки плохая, с одной стороны в том смысле, что войск фактически нет. Если мы посмотрим на численность фронтов, то Северо-Западный практически полностью разрублен, мы видим, что у него огромное количество бегущих юнитов. Что касается Ленинградского, то у него просто их количественно мало. Они, как правило, не разгромлены, но их очень мало. То есть, опять же, если посмотреть на штаб Ленинградского фронта, то мы увидим, что у нас 54 из 72 всего лишь командная вместимость, то есть у нас еще много чего можно сюда разместить. Что касается наших оборонительных мероприятий, конечно, ни о каких контрударах здесь речи не шло. Котлов никаких в зоне Северо-Западного фронта практически нет. Поэтому задача шла следующая. Во-первых, нужно заранее готовить фронт по реке Великой. Соответственно, мы туда начали стягивать войска, которые будут стараться, что называется, пополниться. Наша мобилизация, надеюсь, принесет плоды. Соответственно, здесь мы, в верховьях реки Великой, у нас расположена 22-я армия. Командир Востриков. Не самый лучший командир, но уровень морали позволяет ему пока командовать. Вот. Чуть севернее, уже ближе к Пскову, у нас стоит основа нашей обороны 27-я армия. Командир Берзарин, очень хороший командир, который, в общем-то, не стоит его менять. Он может нам, верой и правдой, прослужить до конца войны. Еще дальше у нас на эстонском направлении расположена 8-я армия. Сюда ставкой был назначен Леонид Говоров, один из наших лучших тактических генералов. Мы видим, что у него высокие показатели морали, управление пехотой, административные навыки. И при этом его ценит ставка высоко. Так что пришлось пожертвовать некоторым количеством админ очков для того, чтобы назначить сюда достойного командира. Поскольку раз не хватает войск, будем побеждать умением. В принципе, если посмотреть на построенную оборону, как мы ее выстраивали. В общем-то, здесь есть несколько основных моментов. Во-первых, собственно, фронт по Великой. С ним все ясно. В общем-то, мы ждем удара немцев для форсирования Великой в ближайший ход. Поэтому нужно здесь уже готовить оборону. Во-вторых, немцы, на мой взгляд, довольно-таки неудачно форсировали двину. То есть, если мы посмотрим, они ее форсировали на небольшом промежутке. Все верховья и среднее течение двины оказалось нефорсированным. Поэтому мы тут смогли собрать некоторые силы. В основном в виде ВДВ-шных частей, которые будут препятствовать форсированию немцами среднего течения двины. И что касается продвижения в сторону Пскова, тут у немцев есть несколько вариантов. Первый вариант – пойти через северный путь. Вот такой, вдоль... Поначалу вдоль моря с заходом на восток. Чтобы воспрепятствовать ему, у нас было выделено несколько частей, которые заняли ключевые города, некоторые удобные к обороне позиции. И, в общем-то, в этом направлении мы готовы врага сдерживать. Второе важное направление – это через гульбины. Здесь у нас, в общем-то, одно из самых слабо защищенных, с одной стороны, направлений, поскольку фактически есть только одна стрелковая дивизия в этом направлении здесь стоит. Но, тем не менее, в принципе, у нас есть хорошие возможности здесь успешно обороняться. И третье направление, которое возможно – это южнее, если немцы пойдут вот так. В принципе, это самое слабо защищенное наше направление, но здесь немцам придется форсировать реку, даже защищенную буквально одним отрядом ВДВ. Тем не менее, это какая-никакая, но оборона. Так что, в целом, мы надеемся, что немцам не удастся на второй ход продвинуться к Великой достаточно далеко. Что касается территории южнее Двины, здесь у нас фактически нет никаких оборонительных сил. Здесь у нас задача отвезти войска в максимальном порядке на подконтрольную нам территорию и вывести из-под удара немцев. Но, в общем-то, здесь каких-то немецких частей я особо не наблюдаю, и я сильно сомневаюсь, что немцы пойдут именно вот в этом направлении развивать наступление. Но, на всякий случай, в Полоцке у нас имеются хорошие силы для того, чтобы отразить наступление врага. В рамках описания действий Северо-Западного фронта еще стоит упомянуть о авиационных миссиях. Дело в том, что авиационных миссий у меня было в первый ход по минимуму, поскольку наша авиация оказалась довольно-таки серьезно потреплена. В общем-то, у меня была миссия по наземной поддержке Юго-Западного фронта, поскольку Юго-Западный фронт может активно действовать, он не так сильно пострадал, в отличие от остальных направлений. Четыре авиационных группы на это было выделено. И еще было произведено, скажем так, попытка начала стратегических бомбардировок. Дело в том, что у нас под контролем остался порт в Пярну, вот здесь на Северо-Западе. И было принято решение произвести бомбардировку Ростока, где находится завод по производству Хенкелей-111. И отдельным вылетом мы видим, что удалось в воскресенье, когда завод, что называется, приостановил работу, все пошли отдыхать, и вообще мирное воскресенье было. Но наш налет оказался очень успешным. Мы потеряли 7 самолетов в основном, причем даже не от зенитного огня, и уж точно не от сопротивления вражеской авиации, а из-за того, что это был очень далекий полет, и многие потери связаны именно с дальностью полета. Но при этом добились очень серьезного успеха, и можно сказать, что данная стратегическая бомбардировка оказалась очень успешной. По крайней мере, вот эти 7 потерянных самолетов явно купились. Так что вот начало воздушной войны с нашей стороны оказалось вот таким вот интересным, на мой взгляд. Теперь перейдем к центральному направлению. Здесь у нас, в общем-то, обороняются войска Московского военного округа, Западного фронта и Орловского военного округа. Ну, во-первых, Белостокский котел оказался очень плотно закрытым. Ну, в общем, про это я говорил еще в прошлом видео, поскольку, как мы видим, немцы не стали пытаться прорваться сразу к Днепру или к Полоцку, они сконцентрировались на плотном окружении. В общем-то, каких-то мест, где мы могли прорваться, мною обнаружено не было. Наши командиры приняли решение обороняться в котле и постараться продать свою жизнь максимально дорого. Так что они рассредоточились по удобным для обороны зонам и будут готовы встретить врага во всеоружии в следующий ход. Что касается частей, которые избежали у частей окружения, то нам, в общем-то, у нас есть три основных направления, где мы формируем линию обороны. Во-первых, это наиболее важная для Западного фронта, ну, вообще для центрального направления часть, это Междуречье, Днепра и Двины, где, собственно, у нас есть опорные точки в виде Полоцка и Витебска, и чуть ежнее у нас тут есть опорные точки в виде Орши и Могилева. Но, помимо этого, собственно, само Междуречье это слабое место относительно, потому что Двина и Днепр представляют из себя огромные рейки, которые очень сложно форсировать, а здесь, что называется, можно легко пробить. И, конечно, мы опасаемся удара немцев на второй ход с целью захватить какие-то удобные районы для удара по Витебску. Ну, вряд ли к саму Витебску смогут взять, но, по крайней мере, подступы к Витебску. Поэтому были выделены крупные довольно-таки силы для обороны подступов к Междуречию. Мы заняли удобные позиции тут по холмам, в болотах, для избежания как раз возможного удара немцев. Чуть южнее, опять же, мы начали готовить оборону по Днепру с целью невозможности его форсирования в один ход. Теперь, что касается, опять же, подступов к нашей основной линии обороны, здесь нами были выстроены вот такая система очагового сопротивления, задача которой не позволит немцам спокойно выйти, спокойно преодолеть вот эту линию болот. Именно по линии болот обороняться смысла большого нет. Мы туда просто не поспеваем основной частью войск. Но вот там заслоны эффективные поставить мы можем, для того, чтобы как раз подготовить основную линию обороны. Что касается более южных регионов, то в Припяти здесь никаких боевых действий мы не ожидаем. То есть в болотистые местности вряд ли немцы пойдут. У нас здесь какие-то небольшие заслоны есть, в основном состоящие из отступающих частей. Плюс у нас готовятся некоторые силы Ворловского военного округа, которые потом смогут выдвинуться севернее для того, чтобы как раз закрыть Бобруйско-Жлобинско-Быховское направление. Но в данный момент здесь удара немцев, опять же, не ожидается. Думаем, что немцы пойдут севернее. Если пробежаться по основным руководителям армии, которые стоят здесь на обороне, то Междуречье у нас охраняет 19-я армия, генерал Болдин. Довольно-таки неплохой, ну, скажем так, средний генерал, который занимает как раз очень важные позиции. Дальше у нас есть, так, секунду, так, 13-я армия. Здесь у нас генерал Филатов. Довольно-таки посредственный генерал, но сместить его просто так не получится. Партия ему доверяет и дает шанс подготовиться к обороне. Ну, вот, Филатов у нас занимается обороной по Днепру. Что касается более... Так, ну, вот здесь у нас тоже корпуса 13-й армии стоят. 20-й мехкорпус это тоже 13-я армия. И на Орловском рубеже здесь у нас обороняется 21-я армия генерала Ефремова. Из того, что стоит отметить, это хороший уровень админ подготовки и морали. То есть, генерал, опять же, средний и нет никакой необходимости его срочно менять. Теперь переходим на юг. Здесь ситуация намного и проще, и сложнее одновременно. Проще она в том смысле, что у нас тут большое количество войск сконцентрировано. И мы можем подготовить, скажем так, подготовить несколько линий обороны для того, чтобы спокойно встретить врага. Плюс немцы не смогли создать львовский котел, и мы смогли эвакуировать большую часть. Так или иначе, войск, которым он угрожал. И, соответственно, мы начали готовить линию обороны, которая будет действовать. У нее есть несколько основных направлений, которые она должна закрывать. Первое, которое мы закрываем, это линию железной дороги. Понятно, что нужно препятствовать проникновению немцев дальше по двойной железной дороге. Направление на Киев, это, в общем-то, самое главное. И мы его стараемся максимально плотно закрыть. Второй вариант, это мы пытаемся закрыть поворот танков врага на север. Потому что ударом на шепетовку, в принципе, они могут как окружить крупные наши силы здесь, так и, опять же, сократить путь на Киев, который у нас здесь находится. То есть, создать такую угрозу. И третий вариант, это предотвратить поворот немцев на юг, где они могут соединиться с румынскими частями, опять же, окружить частично наши войска. И усилить вот этот вот южный фланг. Румыны со дня на день должны перейти в наступление. Южный фронт у нас сейчас заморожен, поэтому действий никаких он не производил. С одной стороны, войск, как я уже сказал, здесь у нас много. Но с другой стороны, мы, конечно, очень ограничены в оборонительных возможностях. Поскольку тут чистое поле, и танки врага просто наносят огромный урон нашим войскам. И приходится строить такую глубоко эшелонированную оборону. Поскольку в одном конкретном гексе, в одном конкретном месте танки врага остановить просто так не получится. Они обладают убойной мощью. Нам сейчас ее не остановить. Как мы видим, некоторые у нас войска на паровозах удаляются. По причине того, что, ну, собственно, не было перекрыто железнодорожное сообщение. С вот этим вот полуокруженным регионом. И отсюда появилась возможность уехать просто на паровозах. Чем мы и воспользовались. Про командиров на Юго-Западном фронте сейчас особо останавливаться не буду. Здесь довольно-таки большое количество хороших корпусных генералов. Что касается армейских генералов, они, конечно, довольно-таки посредственные в основном. Плюс еще важный момент, что у нас жуткое перенасыщение Юго-Западного фронта войсками. Мы видим, что у нас 126 командных очков задействовано в Юго-Западном фронте. Это, конечно, очень много. Нужно как-то все это дело распределять. Частично мы задействовали Харьковский военный округ для того, чтобы построить оборону. Вот у нас командир 5-й армии. 5-я армия – это у нас как раз Харьковский военный округ. Мы видим, что здесь довольно-таки неплохие для начала войны характеристики для Юго-Запада. Потому что у остальных генералов даже еще хуже. Оттуда, по крайней мере, админка пятерка. Еще из того, что стоило упомянуть, это мы, перемещаясь по, скажем так, при отходе наших войск, удалось поймать вражеский штаб неприкрытый. Так что у нас даже есть какие-то успехи в фазу советских действий. Мы видим, что у нас мы смогли уничтожить 4 танка, 2 орудия, 36 человек. Вот. И где-то потеряли при этом 647 человек. Если мы детально посмотрим, собственно, что мы сделали, то мы умудрились 150-метровой гаубице 2 уничтожить. Их 4 штуга. То есть классический штаб спугнули, которым был батальон штугов и, видимо, тяжелая артиллерия. Это очень неплохо. Такие мелкие успехи, они по чуть-чуть накапливаются в большой результат. Два слова про общий план обороны. Он, в принципе, зиждется на двух китах. Первый большой кит – это, собственно, планы немцев. Поскольку у немцев инициатива, мы так или иначе зависим от того, куда они пойдут и что они предпримут. Второй кит – это важные города, которые нам нужно удерживать для того, чтобы советский народ желал продолжать сопротивление. К сожалению, в первый же ход был захвачен Львов. Ну, что, в общем-то, логично. Сложно его удержать. Минск тоже самое был захвачен. И Рига. Соответственно, ближайшими целями для врага могут являться Таллинн, Псков, Смоленск, Киев и Одесса. То есть, соответственно, нам нужно на северном направлении пытаться удержать Таллинн и Псков. При том, что мы видим, что количество победных очков, которые враг может получить за захват Пскова, уже уменьшается. Оно стало плюс 5. Поэтому, чем дольше мы будем оттягивать момент захвата Пскова, тем лучше. Таллинн пока в наши планы в глубокую оборону не входит. И мы сомневаемся, что немцы пойдут в Эстонию. Скорее всего, они пойдут напрямик в Псков. Поэтому мы стягиваем основные силы сюда. Что касается центрального направления. Здесь единственный значимый город сейчас это Смоленск. И все силы брошены на его оборону. А в южном направлении, в общем-то, в Одессе у нас есть крепость. То есть, мы можем Одессу оставить в обороне на длительный срок. Все наши силы настроены на то, чтобы не дать взять Киев и не дать возможности быстро форсировать Днепр. Это, в общем-то, две основные задачи, которые здесь стоят для Южного и Юго-Западного фронта. Теперь пару слов про статистику. Как мы помним, если мы заглянем в экран потерь, то первый ход ознаменовался серьезнейшим разгромом нашей авиации на аэродромах. Мы видим, что задействовано было множество самолетов. Мы потеряли 1500 пилотов, 3123 самолета всего потеряно, включая обе фазы, советскую и немецкую. То есть, ну, довольно-таки крупные потери. Тут, в общем-то, казалось бы, не о чем говорить. Но, тем не менее, для того, чтобы оценить силу потерь, насколько серьезно мы пострадали, как всегда, я обратился к волшебному экселю и построил несколько интересных графиков. Правда, сейчас я разговор веду только про истребители, про другие виды самолетов. Мы будем говорить в следующем, во втором ходу. Сейчас поговорим про, собственно, тот урон, который немцы смогли нам нанести при помощи первого хода на аэродромах, насколько он для нас значим. Собственно, сначала поговорим про истребители, основные, которые у нас есть, у нас и у немцев. Всяких румын, итальянцев, венгров и так далее я пока сюда не включал, чтобы информацию, что называется, не размывать. Вот, и поэтому сначала поговорим про характеристики. Вот у нас основные действующие лица, которые у нас есть. У нас имеется ряд устаревших самолетов. Мы видим, что здесь у нас И-153, И-16, И-15, И-16, И-15, И-16. Четыре типа разных у них бывает, которые не сильно друг от друга отличаются. Помимо этого, у нас есть три новых самолета, МиГ-3, Як-1 и Лак-3, который по случайности не попал в эту табличку, но у него характеристики ниже, чем у МиГа третьего, ЯКа первого. И его единственное преимущество – это пушечное вооружение, которого нет на МиГе и ЯКе, соответственно. Вот, и нам основные противодействующие истребители врага – это 109-й Мессер, собственно, Фридрих и Эмиль. И 110-й двухмоторный истребитель, который, конечно, не столь эффективен, как свои друзья 109-й, но, тем не менее, в умелых руках создает множество проблем. Плюс у него скорость такая, что наши устаревшие самолеты с ним тягаться не могут просто по скоростным характеристикам. Ну, тут приведены основные, в общем-то, важные в бою характеристики. Во-первых, это скорость. Как мы видим, что по скорости с Фридрихом у нас соперничать может только МиГ-3. С Эмилем может соперничать еще дополнительно ЯК и ЛАК, которого я здесь не записал. Вот, остальные, конечно же, сильно проигрывают по скоростным характеристикам. Вторая характеристика – это скороподъемность. В принципе, здесь немцы в среднем, опять же, лучше. Сравнимы по скороподъемности последние версии Ишаков, которые даже превышают скороподъемность немецких самолетов. Плюс ЯК-1 тоже обладает хорошей характеристикой. Дальше прочность. Здесь, в общем-то, у нас, опять же, ситуация несколько удручающая. Все самолеты наши хуже, менее прочные, кроме МиГ-3 по сравнению с мессерами. Ну, а, понятно, двухмоторный мессер тем более обладает высокой прочностью. И наиболее главная, на мой взгляд, наиболее главная характеристика – это маневренность. Это, на самом деле, оценка исключительно моя личностная. Я потом буду в связи с развитием боевых событий переоценивать влияние той или иной характеристики. Но в данный момент я, по старой традиции, еще с первой части, считаю, что маневренность – это наиболее важная характеристика. И вот по ней как раз мессеры имеют очень серьезное преимущество. То есть мы видим 33 у 109-х, у обоих. У нас же 31 есть только у МиГ-3 и 18-го Ишака. У остальных 30-ка. Этого явно недостаточно для того, чтобы эффективно бороться со 109-ми. Ну и, как всегда, я позволил себе небольшую вольность. Сделал формулу, которая секретна, но смысл такой, что в первую очередь я, конечно, оценил наиболее сильно маневренность самолетов, во вторую очередь скорость. Ну и остальные характеристики, они имеют третистепенное значение, на мой взгляд, именно в бою. И, собственно, оценил 100 баллов силу мессера и сравнил другие самолеты с ним. То есть мы видим, что даже устаревший Эмиль на 17% слабее, чем Фридрих. Что касается наших самолетов, то единственные два типа, которые могут эффективно с ним сражаться, это, собственно, новый самолет Миг-3, который, ну, в общем-то, две трети от мощности Фридриха имеет. И Як-1, который чуть-чуть похуже. Лак-3, которого здесь не упомянут, он, опять же, еще чуть-чуть похуже. Но основная масса наших самолетов даже не в 2, а в 3 и в 4 раза хуже по своим характеристикам. Мы видим, что вот И-15 БИС это, ну, двухмоторный БИПЛАН, соответственно, он совсем проигрывает по своим характеристикам и не может не то, что со 109, но даже со 110 хоть в каком-то виде сражаться. И, в общем-то, все устаревшие модели, они проигрывают 110 по характеристикам в том числе. Это что касается, собственно, скажем так, ликбез по войскам, по истребителям. Два слова еще про вооружение наших истребителей и немецких истребителей. Дело в том, что у немцев на вооружении стоят везде пушки, пушки и пулеметы. У нас пушечным вооружением обладает только Лак-3. Теперь, собственно, идем к основной цели нашего статистического обзора. Оценить урон, который нанесли нам немцы в первый ход, в общем-то, относительно общего количества истребителей. И, конечно, вот здесь я выстроил специально по количеству потерь, сделал специальную диаграмму, чтобы было наглядней. Наибольшее количество потерь у нас понесли как раз третьи Миги, самые эффективные наши самолеты. Но это, безусловно, хитрый план немецкого командования. И мы потеряли 46 практически процентов от имеющихся Мигов. То есть 540 самолетов мы потеряли из 1178. То есть наша основная сила в воздухе оказалась не обнулена, но сокращена в два раза. Затем идут в потерях самолеты, которые не так важны. То есть И-153, как мы видим, он совершенно неэффективный истребитель. 24,4% от имеющихся истребителей такого типа у нас уничтожено. И 16,5% в принципе о них можно и не говорить, их просто физически слишком мало. И 15 бис, собственно, тот волшебный биплан. Никакого, в общем-то, значения, можно сказать, не имеют эти потери. Но, тем не менее, 16% их уничтожено. Тип-18, тип-24 ишаки такие относительно современные уже потери. То есть тоже мы видим 16 и 13%. То есть, ну, крупные, конечно, потери. То есть особенно количественно, это 500 самолетов. Но в переводе на общее количество это меньше 1,5. То есть совершенно незначительно. Яки, их на самом деле на фронте просто физически мало. И выбомбить их врагу, само собой, не удалось. Основная масса яков выжила. Все, 50 мы потеряли. Что составляет 10% от имеющегося количества. Вот. Причем, на самом деле, здесь вот это количество, это количество на фронте. А процент, это процент от общего количества. Поэтому, если вы смотрите, что 50 не похоже на 10% от 328, это потому что часть еще находится в резерве, часть находится в пуле. А 328 это те, которые непосредственно на линии фронта сейчас находятся. Что касается немецких потерь, раз уж дошло до них, то и их тоже озвучим. Немцы потеряли в первый ход 71,109 мессер Фридрих. Что составляет почти 10% от общего количества самолетов. Это, конечно, меньше, чем по основным самолетам советским. Но, тем не менее, тоже очень значимая величина. Двухмоторные 110 и 4,2%. В общем-то, незначительная величина. И милий всего 0,6%. Все, 3 было потеряно. Но их просто физически довольно-таки мало у немцев участвовало в налетах. И самая последняя версия И-16 и Лаги, в общем-то, не попали под бомбежки. Это, в первую очередь, связано с тем, что они, в общем-то, на линии фронта их не так много. Так что, вот такие вот у нас пироги. Вот такая вот информация относительно потерь. Сами делайте выводы, насколько это серьезные потери. А я постараюсь продолжить вас выходами новых видеообзоров. Уже скоро будет второй ход. Так что следите за обновлениями на канале. С вами, как всегда, был Red Commander. Всем пока.